Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Медведев и вы на моем канале Медведев Профит. У нас с вами остался всего лишь один день, как видите по таймеру, до начала пресейла. Совсем скоро мы сможем купить с вами токен DAISY по 10 центов, о чем я рассказывал в своих роликах. Вот здесь можете их посмотреть. И также в плейлисте вот здесь вот будет подсказочка. Напомню, что этот токен уже в конце августа при листинге будет стоить 5 долларов. Поэтому у нас с вами появляется хорошая возможность сделать много иксов. Цена от 10 центов до 1 доллара будет доступна только на пресейле и только для участников проекта Endotech. Поэтому у вас еще есть время стать как раз участниками этого проекта до 3 часов ночи сегодня. И поучаствовать в пресейле, имея возможность купить токен DAISY по цене 10 центов. И также все о проекте DAISY, как зарегистрироваться, как принять участие. Там все очень просто. Я оставлю вот здесь подсказочку вверху. Вы сможете по ней пройти и посмотреть плейлист со всей информацией. Ну либо в описании под видео также найдете ссылки. И не забудьте там же подписаться на мою группу Endotech DAISY в Telegram. Здесь я вам окажу помощь, отвечу на все ваши вопросы. И вы сможете подчеркнуть всю интересующую информацию как раз об этом проекте. Здесь есть ссылка для регистрации, полностью презентация, плейлист также. Ну и то есть ответы на любые ваши вопросы найдете здесь. Либо связаться со мной также можно будет в описании по ссылкам. А сегодня я предоставлю вам возможность от первого лица получить информацию. То есть от Ильи Манина, основателя проекта DAISY. Он расскажет вам все о токеномике, токена DAISY. Какие у нас будут преимущества, если мы приобретем этот токен. Не только купив за 10 центов или за 25 и продав по 5 долларов. Ну а также держателям этого токена предоставляется масса привилегий, преимуществ, возможности заработать и на других криптовалютах. Всем привет дорогие друзья. У нас сегодня встреча по DAISY. Встреча со основателем, с Ильей Манином. В конце можно будет задать любые вопросы. Но хотя в процессе часто у нас работает, поэтому можно их в принципе писать. Но прочитаем мы их попозже. Итак, через 2 дня буквально у нас начнется предпродажа или распродажа, или пресейл, предпродажа скорее так называется, токенов DAISY нашего, уже не лаунжпада, DCO, Decentralight Crowd Offering. Такой новый вид площадки. Илья, наверное, скажет, почему так решили назвать чуть попозже. Но сначала я в двух словах скажу, смотрите, просто может быть не все в курсе, или те, кто будет смотреть записи, может быть тоже не в курсе. Вот у DAISY есть, теперь у нас с вами не только Endotech, у сообщества DAISY есть теперь и вот эта вот площадка для запуска стартапов. Площадка будет запускаться только в сентябре. Сейчас она готовится, программируется. Генеральные соглашения с компаниями, которые там будут стартовать на этой площадке, заключаются, ну, много на самом деле организационной работы. Но уже послезавтра, ну, послезавтра, да, в четверг, 1 июля, мы с вами, те, кто внутри DAISY, те, кто уже обладает пакетами DAISY, сможем закупиться токенами этой будущей площадки. И мы ожидаем хороший рост стоимости этих токенов, потому что листятся они будут уже в августе. На Юнисвапе, на Панкейке, это две своп-биржи так называемые, ну, то есть централизованные, плюс еще 2-3 централизованные биржи будут, плюс еще на CoinMarketCap, мы уже залистины, и, соответственно, все это будет сделано в августе, то есть наш токен будет в свободном обращении, его можно будет покупать свободно. Но листинг, цена его будет 5 долларов за одну монету, в то же самое время, как послезавтра мы с вами сможем ее покупать, начать уже для тех, кто внутри DAISY, кто является партнерами DAISY, у кого есть пакеты DAISY, не более чем у вас есть пакеты в DAISY, то есть на размер денег не превышающий, сколько вы уже купили пакеты в DAISY, так вот мы сможем купить от 10 долларов до доллара эти токены. Соответственно, сейчас это, естественно, тема тем, то есть все об этом говорят, все этого ждут, но мы не все знаем подробности по этому поводу. Конечно же, мы собрались сегодня здесь и сейчас по этому поводу в основном, но если у вас будут вопросы по поводу трейдинга DAISY, по поводу эндотеки и вообще всех остальных вопросов, пожалуйста, задавайте их, но мы их отнесем на конец нашего сегодняшнего мероприятия. А сейчас я бы хотел, наверное, открыть демонстрацию экрана. Вот, это наш с вами привычный личный кабинет DAISY, а вот это, вот это, где она у нас, вот, да, это сайт, который посвящен DAISY лаунчпаду. И еще у нас с вами есть вот такой сайт, на котором мы с вами будем покупать, собственно говоря, токены DAISY. Вот, видите, он DAISYpresale.com называется, а тот сайт, который я показал до этого, извините, у меня камера мешает смотреть, до этого я сайт показывал, это DAISYLP.com. Вот, это DAISY, это сайт для всего сообщества криптовалютного, а сайт, где мы будем покупать, он пока для нас. Ну, я уже хочу дать слово Илье. Илья, привет. Илья Манин, ваша сайт, и Дейзи. Расскажи нам, пожалуйста, все подробности, кроме тех общих вещей, которые я только что рассказал, о которыми ты обладаешь. Ты мало что рассказал, вот, поэтому я могу долго рассказывать тоже. У меня к тебе просьба, ты можешь Катерину сделать тоже ко-хостом, потому что она тоже какие-то вопросы от своей команды потом голосом задаст. Вот, может быть, проверим, проверим просто, есть ли связь с ней, чтобы она могла сейчас сказать. Катя, если ты на связи, тоже пару слов. Сейчас у нас уже, я не знаю сколько, 60 человек, сейчас я ее должен найти сначала. Катя, может, ты поднимешь руку, и так кто еще тебя будет найти? Мало людей, кто на самом деле понимает полную картину, полную мощность того, что задумано сделать в Дейзи с этим токеном. Все, конечно, просто хотят заработать, но мало кто на полную, скажем так, полную картину представляет, какой потенциал будет иметь этот токен, как он будет работать, что будет его двигать на рынок, почему люди будут им интересоваться. Вот, поэтому для полного понимания сейчас большое количество людей просто во все уши хотят послушать конкретную картину, что из себя представляет такое вот нововведение. Думаю, что вообще мало кто из компаний может сегодня представить то, что делает Дейзи, Индотек, и вот новая платформа. И, конечно, хочется самим более просто, ясно все это понимать и уметь это как-то транслировать и показывать людям. Поэтому люди, которые сегодня все это услышат, поймут, зададут вопросы, я думаю, что они смогут большому огромному количеству людей, которые сегодня интересуются крипторынком, токенами, цифровой экономикой, поведать, объяснить, рассказать. Ну и, конечно, многие смогут расширить свой портфель, получив токены, получив очень большие перспективы. Поэтому, Илья, очень ждем от тебя каких-то подробностей. И если что-то как-то, то в конце уже будем вопросами, скажем так, добивать. Хорошо, давай, тогда будем двигаться по порядку. Леш, если можешь, отключи показ экрана, я включу свой экран. Я сначала пройдусь по тем слайдам, которые вместе во многом ты делал перевод, помог. Я только что хотела. У меня просто удобнее будет, потому что я сам по ним пойду, чтобы я сам контролировал. Так, одну секундочку. Мне только нужно будет их найти. Сейчас, одну секундочку. Буквально одну секунду, я их оттащу. Я пока поясню, что это те слайды, по которым выступал Джереми. Вот, как-то. Турнанский, естественно, Павел. А у нас слайды переведены на русский, и мы сейчас все их поясним. Да. Это так. Еще сразу часто спрашивают, будет ли запись. Запись поставлена, все, она должна быть, если не собьется электричество, или еще что-нибудь в этом роде. И, конечно, эту запись надо будет очень быстро распространить, чтобы все члены быстрее, потому что до старта пресейла осталось совсем небольшое количество времени. Так, 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 маленькая техническая загвоздка. Ну, хоть я. Перешел я на этот самый, на матбук. И не вижу нужную вкладку. Подожди, я думаю, что я добью. Ну, давай ты откроешь, хорошо, чтобы не задерживать людей. Вот. Открывать так, чтобы каждый слайд был полностью открыт, что не по пунктам, а полностью. Именно этот так продвинемся. Значит, что я хочу сказать. Во-первых, как правильно Катя сказала, наверное, не все еще понимают, что, собственно говоря, здесь происходит, в чем отличие, в чем уникальность DASY платформы, DASY DCO платформы. И чтобы до конца это понять, нужно понять токеномику. Токеномика – это такое модное слово, это экономика токена. То есть это, по сути, механика, как работает токен, как он используется, почему токен может расти, и что произойдет, чтобы этот токен вырос в цене. В частности, это информация о том, как распределяются все токены среди владельцев, как, например, у токена DASY общая эмиссия 1 миллиард токенов, и многие задают вопрос, окей, а сколько у фаундеров, у основателей сколько токенов, сколько токенов у проекта, сколько токенов на маркетинг идет, сколько на промоушен идет и прочее, и прочее. Любой проект, открытый проект, он эту информацию выставляет полностью, значит, в открытое обозрение, да, и у нас эта вся токеномика, она либо сегодня вечером, либо завтра с утра, она появится в форме видео и в форме слайдов, вот сейчас это все финалится, это будет первая версия, она будет потом модернизироваться, поэтому, скажем так, я немножко, ну, мы немножко раньше проводим вебинар, у меня нет этих слайдов, поэтому я сегодня подробно по токеномике не буду говорить. я скажу какие-то вещи для общего понимания, так, прямо без слайдов, да, но прежде, чем это все сказать, я, наверное, пройдусь по слайдам, именно в преддверии того, что у нас сейчас произойдет с первого числа, да, то есть мы говорим о том, что у нас есть проект Дези, это не компания, это децентрализованное сообщество, в котором нету директоров, в котором нет президентов, в частности, я сам являюсь одним из основателей проекта, что по сути дела означает только то, что мы вместе написали определенный код, мы его спрограммировали, команда, да, технорей спрограммировала, вот, и дальше на блокчейне все абсолютно видно, что происходит, да, то есть здесь централизованные решения не принимаются, у нас все принимается вместе с сообществом, вы наверняка знаете, что у нас есть пейсеттеры, в Дези у нас есть пейсеттер-лидеры, и какие-то глубинные, фундаментальные решения мы принимаем, как правило, вместе с, посоветовавшись вместе с пейсеттер-лидерами. Значит, у нас достаточно сильные результаты с точки зрения сообщества, и именно это делает нас достаточно сильными, почему? Потому что, как вы знаете, ценность любого токен-проекта, она заключается во многом в количестве людей, кто верит в этот токен, кто верит в эту криптовалюту. Если взять, например, биткоин, и я задам вам вопрос, почему биткоин из года в год растет в долгосрочной перспективе. Бывают, конечно же, какие-то временные промежутки, когда биткоин падает, или эфириум падает, но в принципе растет. Единственный ответ, правильный на этот вопрос, по причине того, что цена, по причине того, что желающих купить биткоин больше, чем желающих продать. И люди, кто покупает биткоин, очень многие держат биткоин, и не продают, они верят в биткоин. То есть, грубо говоря, вообще, в принципе, весь успех биткоина заключается в том, что люди верят в него, люди понимают, что он децентрализованный, люди понимают, что биткоин в наше время для многих это лучше, чем какие-то централизованные деньги, имитированные центробанками, потому что люди не чувствуют стабильности в своих государствах, странах, или не только в своих, и не чувствуют стабильности в долларе. Многие говорят про то, что инфляция началась, например, в Штатах, и поэтому, соответственно, как некая альтернатива не только золото, но и биткоин придерживают. То же самое касается других криптовалют. То есть, для того, чтобы получить успех на рынке, на открытом рынке криптовалют, нужно, чтобы было много людей, кто верит в успех этой монеты, и кто верит в успех этого проекта, и чтобы было понятно, вообще, как работает эта самая токеномика. Соответственно, мы начали в январе месяце на тестовом старте, 30 марта уже на таком, на реальном старте, мы начали проект Дези, и наше первое направление это Эндотек. Всем было озвучено, что Эндотек это только первый проект. Мы не женились на Эндотеке, и мало этого, Эндотек, он не имеет прямого отношения к Дези, Дези это децентрализованная система маркетинговая, созданная группой предпринимателей, это сообщество большое, которое стремительно растет по всему миру, и Эндотек это всего лишь первый проект, который мы на нашу платформу приняли. Без Эндотека не было бы Дези, мы всегда об этом говорили, но Эндотек это не Дези, Дези это не Эндотек. Соответственно, мы пришли к тому, что у нас уже больше, чем 100 тысяч платных клиентов, аккаунтов, достаточно большие деньги собраны, в принципе, Эндотек очень рад, что с нами запартнерился, потому что они классные разработчики, у них классная система, но они не маркетологи, и поэтому мы, конечно, с точки зрения маркетинга вместе с вами, вместе со всеми разными странами проделали огромнейшую работу, чтобы популяризовать Эндотек, и сейчас Эндотек стал настолько популярный, что к нему уже обращаются крупные игроки на рынке, обращаются фонды крупные, интересуются Эндотеком, и на самом деле тот факт, что мы можем владеть в будущем акциями Эндотека, особенно пейсеттеры Gold, золотые пейсеттеры, большим пакетом будут владеть, это, конечно, очень здорово, но мы на этом не остановились, то есть мы поняли, что пришло эволюционное время двигаться дальше, у нас поступило предложение от ребят, кто нам переделал архитектуру смарт-контрактов, поступило предложение очень логичное превратиться, эволюционировать в лончпад. Лончпад достаточно избитое на самом деле слово на крипторынке, очень много лончпадов, и когда мы стали себя позиционировать на рынке, отвечая, вот, Алексей, на твой вопрос по поводу ДЦО, мы поняли, что у нас есть несколько ключевых отличий от того, что происходит на рынке, то есть лончпады есть, они каждый день появляются, но за ними нету какого-то мощного, крутого сообщества, международного, чтобы на разных языках прямо активная такая движуха шла, чтобы были какие-то маркетинговые фишки, какие-то реферальные вознаграждения и так далее, это раз. Во-вторых, лончпады, они, как правило, запускают на себя, принимают на себя, принимают на свою платформу проекты на небольшие суммы, то есть это четверть миллиона, полмиллиона, у нас могут быть проекты на большие суммы, эндотек, это, конечно же, в этом смысле гигант, нам еще несколько месяцев вместе с вами пахать, чтобы добиться нашей цели, и у нас будут проекты на ДЕЗе, лончпаде абсолютно разные, и те, кому нужно будет собрать полмиллиона, и те, кому нужно будет собрать более крупные суммы. И лидеры поддержали идею ДЕЗе, токена, ДЕЗе, лончпада, абсолютно все сказали, токен это очень круто, токен это то, что как раз нас выделит очень сильно на рынке, и таким образом мы планомерно стали готовиться еще с мая месяца, и технически готовиться, и что у нас сейчас происходит на сегодняшний день. На сегодняшний день мы практически готовы к предзапуску токена, эксклюзивная возможность купить этот токен предоставляется только членам сообщества ДЕЗе, это те люди, кто купил пакеты ДЕЗе Эндотек, кто прокраудфандил, вложил деньги на развитие искусственного интеллекта до начала предзапуска. Начало предзапуска у нас будет в 2 часа по Москве 1 июля, вот кто до 2 часов по Москве купил любой пакет в Эндотеке, например, за 100 долларов первый пакет, тот сможет купить на такую же сумму, то есть тоже за 100 долларов пакет с токенами ДЕЗе. Если вы купили 5 пакетов, то вы сможете соответственно приобрести 5 пакетов с ДЕЗе токенами. То есть, если вы купили первый пакет и вы хотите на 100 тысяч закупить ДЕЗе токены, вы физически это не сможете сделать, потому что система вам не даст это сделать. Сейчас этот предстарт наступает, но для того, чтобы, поскольку люди все, во-первых, любопытные, во-вторых, люди достаточно грамотные, последние несколько дней, особенно, с каждой страны, с каждого рынка приходит огромное количество сообщений, дайте больше информации о том, как этот токен будет работать, дайте токеномику и так далее, поэтому мы поставили для себя главные задачи до первого числа, когда человек будет принимать рациональное решение, не эмоциональное, рациональное решение, заходить ему, не заходить, покупать токен, не покупать, нужно дать максимум информации. И в этом смысле, поскольку на русском языке не так много информации, основная информация у нас на английском, вот и сайт у нас на английском, и белая бумага у нас пока что только на английском, хотя она переводится в том числе на русский язык, то есть вот этот сайт, Алексей, можешь еще раз показать, DaisyLongLP сайт, чтобы визуально люди увидели это. Вот он, да, DaisyLongLP, вот этот вот сайт, он переводится сейчас на, если не ошибаюсь, 8 или 9 языков, в том числе на русский язык, и white paper будет в том числе на русском языке, это будет уже буквально на днях, то есть уже финалит переводчики перевод, то есть там будет грамотный перевод, профессиональный, и мы сможем с вами на русском языке читать, понимать, что здесь происходит. Здесь этот сайт, это, конечно, первая версия сайта, он дальше будет улучшаться, вот, будет дополняться, сюда, вот, кнопка токеномика, видишь, Алексей, токеномикс, ниже она, ты только что ее пролистнул, вот там, где токеномика, там появится документ, развернутый по токеномику, там будет написано, сколько токенов туда-то выделено, столько токенов туда-то выделено, какой период заморозки у токенов и прочее, и прочее. Ну, была кнопка, она, по-моему, ниже, если не ошибаюсь, кнопочка токеномикс. Вот, ладно, если ты сейчас не видишь ее, ничего страшного. Вот, соответственно, давайте мы так поступим, Время у нас у всех ограничено, я сейчас быстренько пройдусь, все-все-все, Леша, закрывай, вон, токеномикс, вот, дейзи токен, токеномикс, токеномикс, да-да-да, вот эта кнопка. Значит, я сейчас тогда пройдусь коротко по тем слайдам, которые составил Джереми, и ролик набирает стремительные обороты, там уже 8 тысяч просмотров, люди смотрят с субтитрами по всему миру, потому что мы уже буквально на низком старте, и начинается сейчас эта предпродажа. Поэтому, Алексей, попрошу тебя открыть первый слайд на русском языке презентации Джереми, и я основные моменты озвучу. Значит, первый, первый слайд. Это не первый. Вот так вот, да. Это, по-моему, тоже не первый. Вот, давай остановись на одном слайде, чтобы мы не прыгали со слайда на слайд. Значит, платформа дейзи дцео. Что такое дцео? Это децентрализованный, это, по сути дела, платформа по децентрализованному краудфандингу. Что такое краудфандинг? Про это мы много раз говорили, если кто-то еще до сих пор не понимает, это когда большое количество людей со всего мира, или с одной страны, это абсолютно неважно, вкладывают средства в развитие какого-либо проекта. Это может быть стартап, общепринято, может быть какая-то идея, вообще не реализованная идея, это краудфандинг. Самая большая платформа, считается, по краудфандингу, это американский проект Kickstarter. Вот, по сути дела, что мы хотим сделать с дейзи, это децентрализованный Kickstarter, то есть это платформа по децентрализованному краудфандингу. Что такое децентрализованный краудфандинг? Это когда деньги через блокчейн собираются, через смарт-контракты, у этого дела нет никаких владельцев, нет директоров, президентов, но при этом есть комьюнити, которое, собственно, сообщество, которое, собственно, определяет правила игры, голосует за проекты, участвует в проектах, какие-то проекты заворачивает, какие-то проекты одобряет, которые на платформу будут выходить. И, естественно, в этом сообществе наибольшую силу будут иметь те представители, те люди, у кого наибольшее количество дейзи токенов. Ну, здесь оно все достаточно логично. Таким образом, мы вот этот термин DCO запустили, и у нас будут через нашу платформу разные бизнесы токенизироваться и выходить на нашу платформу для того, чтобы собирать деньги на развитие своего бизнеса, своих направлений. Как это происходит, я сразу же скажу, чтобы была, опять-таки, общая картина понимания. Вот есть какая-то фирма, предположим, международная фирма, она уже, может быть, работает, у нее есть какой-то кэшфлоу, она в традиционной какой-то сфере работает. И она понимает, что сейчас все бизнесы приходят в блокчейн, все бизнесы хотят максимальной прозрачности, все бизнесы хотят международного признания в крипто-сообществе, токены очень сейчас модные, да, то есть через токены классно работать. И вот бизнес принимает решение токенизироваться, то есть подстроить свою экономику, да, под токеномику, выпустить токен и с этим токеном выходить на рынок. И, как правило, такие проекты, а их очень много, токенов очень много сейчас, вот эти все проекты, они выходят через какую-то платформу. Вот, предположим, они выходят через платформу DAISY, да, через платформу DAISY-DCO, через нашу платформу. Они должны будут пройти очень тщательный отбор, тщательную фильтрацию. То есть у нас на сайте DAISY-LP, который, Алексей, только что ты показывал, да, там будет специальная форма, которую все бизнесы будут заполнять. И после этого будет отбираться тот проект, те проекты, которые соответствуют уровню DAISY. То есть на DAISY не будут заходить какие-то шипкоины, на DAISY не будут заходить хайпы, пирамиды и прочие всякие левые проекты. На DAISY будут заходить только настоящие бизнесы, где понятно все прозрачно, как все происходит, где видно, кто стоит за проектом, где видно, как юридический проект построен, где видно, как у проекта осуществляется токеномика, и где видно, за счет чего проект вообще имеет хороший шанс состояться и длительное время быть на рынке. Вот если какие-то проекты задумают просто спекулятивную тему, типа выбросить токен на рынок, то, скорее всего, платформа DAISY просто их не одобрит. И у нас будет несколько этапов одобрения проектов. Это будет этап юридический. Юристы будут проверять, да, юристы DAISY будут проверять проекты. Айтишники будут, технори проверять, да, насколько у них правильная токеномика, насколько у них правильный код и так далее. Будет, в принципе, проверка бизнес-модели, насколько вообще она имеет какой-то смысл, да. И финальный этап будет заключаться в том, что проект будет выставляться на голосование сообщества DAISY. И сами участники DAISY, то есть Алексей, это ты, это все, кто сейчас в комнате, да, это Катерина, это мы с вами, потому что DAISY, это мы с вами. Вот все люди будут одобрять, либо не одобрять проект. Даже если проект пройдет одобрение самой платформы, но участники категорически скажут, что нет, мы не хотим, нам это не нравится по какой-то причине, значит, проекту не суждено попасть на платформу DAISY, значит, другой проект попадет. Таким образом, мы с вами будем отбирать проекты и будем вкладывать в эти проекты. Дальше проекты обычно на таких платформах собирают суммы небольшие, 250 тысяч, 500 тысяч, миллион долларов, относительно небольшие, конечно же, да. Именно поэтому здесь будет принцип лотереи. Вот об этом как раз в токеномике описано, это все будет, вы услышите это скоро в презентации, которую Алекс с Джереми поместят на YouTube, на канале DAISY, да, сможете с субтитрами посмотреть. Может быть, мы на русском языке еще одну школу проведем, просто пока слайдов этих еще нет, то есть они вот сейчас финалятся. Прямо сейчас я сейчас говорю, и вот прямо сейчас примерно они финалятся. Вот, соответственно, если проекту нужно собрать, например, 250 тысяч долларов, а нас с вами десятки тысяч сообщества DAISY, огромное количество держателей DAISY токенов, естественно, слишком маленький этот кусочек для такого большого количества людей, да. Очень многие люди владеют DAISY токенами, очень многие люди хотят инвестировать в проекты, а проект собирает всего 250 тысяч. Поэтому по принципу того, у кого больше DAISY токенов, будет осуществлена лотерея, и в результате этой лотереи кто-то сможет купить, получит право покупки токенов этого проекта. Для того, чтобы купить эти токены, нужно будет отдельный еще бюджет выделять. И мы сейчас говорим о том, что мы на эфире запускаемся в начале, и старт проекта DAISY launchpad, он состоится осенью, это будет сентябрь, либо октябрь, да, ориентировочно. С августа уже будет листинг, DAISY токен будет в открытом обращении. Вот, соответственно, чем больше токенов вы имеете, чем больше токенов у вас в текинге, тем больше будет вероятность вашего участия в том или другом проекте. Что значит участие в том или другом проекте? Поскольку проекты будут отбираться, особенно первые проекты, которые появятся на платформе DAISY, это такие прорывные, классные проекты, мощные, международные, с инновационной бизнес-моделью, которые известны достаточно в сообществе. Люди, кто за этим проектом стоят, это известные люди. Либо это миллиардные компании, либо это публичные компании, либо это какие-то платформы или фонды, или сообщества в криптомире достаточно известны, и не только в криптомире. Вот мы сейчас выбираем самые топовые проекты. Соответственно, конечно же, вероятность того, что их токены взлетят в цене после их листинга, достаточно большая. И, по сути дела, успех DAISY токена, он будет, на мой взгляд, заключаться в двух вещах. Первое – это наше с вами сообщество. Чем больше наше сообщество, тем больше держателей DAISY, тем больше наш успех, и тем больше DAISY токен пойдет вверх. И второе – экономический успех. И многие задают вопрос, чем подтвержден DAISY токен. Он подтвержден, по сути, всеми этими бизнесами, которые на платформу будут заходить. В этом как раз секрет успеха DAISY токена в будущем, в нашем с вами будущем, в ближайшем уже будущем, да, и в будущем долгосрочном в том числе. Что чем больше разных проектов будет заходить на платформы и в итоге выходить на рынок с плюсом, с успехом, их токены будут расти в цене, и люди, кто вложился в их токены, будут зарабатывать, тем больше людей будут говорить о платформе DAISY, как о классной платформе краудфандинговой, на которой можно вкладывать деньги в разные проекты, составлять себе портфель, по сути, из разных бизнесов, токенизированных бизнесов, и зарабатывать деньги в такой средней перспективе. Если кто-то в DAISY токене видит инструмент спекуляций и хочет купить большое количество DAISY токенов по 10 центов, и потом продать их 1 августа по цене 5 долларов, я сразу же должен вам сказать, что это не получится сделать, потому что у нас четко выстроена токеномика, которая, как все в DAISY, рассчитана на длительный срок. Мы знаем уже, что Endotech – это не схема быстрого обогащения, это не ежедневный процент прибыли, а это настоящий трейдинг, который, бывает, показывает минусы, показывает плюсы. Все, что выходит на платформу DAISY, все, что предоставляется нашему сообществу, имеет под собой долгосрочную фундаментальную базу, и, соответственно, токен DAISY, он также работает таким образом, что он будет размораживаться планомерно, и невозможно будет сразу же в первый день, когда он на бирже выйдет, в первый день взять и все 100% ваших DAISY токенов продать. Вы сможете продать только то количество токенов, которые у вас разморозятся. Разморозятся у вас, первые 5% токенов будет размораживаться 90 дней. Так, Алексей, наверное, нужно найти соответствующий слайд под это. По-моему, это было описано. Ну, вот здесь преимущество для стейкинга, даже не размещения, а стейкинга, скорее, да. Я это тоже разгучу обязательно, стейкинг это очень важная штука. Здесь, может быть, не описано, да, в этих слайдах, возможно, не описано так, так, так. Давай тогда назад вернемся к стейкингу. Окей, ничего страшного. Можем найти, да, давай, давай, давай со стейкинга, сейчас слайд со стейкингом. Окей, вот этот слайд, да. Значит, размещение, большие преимущества для размещения токенов в DAISY. Здесь, скорее всего, имеется в виду стейкинг, значит, что здесь имеется в виду? Все токены DAISY, которые у вас даже заморожены, они будут участвовать в стейкинге. Это очень классно, это очень здорово, это действительно, это очень-очень большой плюс для участников DAISY, для тех людей, кто на предстарте к нам заходит, кто покупает DAISY токены после 1 июля. Почему? Потому что вы, с одной стороны, не сможете эти токены продавать на открытом рынке, потому что они у вас заморожены, с другой стороны, вы не теряете во времени абсолютно ничего, вы будете за этот период, пока у вас заморожены токены, зарабатывать, и вы сможете участвовать в голосовании и использовать все, собственно, преимущества стейкинга. Значит, как это все работает? Во-первых, проекты, чтобы зайти на платформу DAISY, они будут платить определенную дань. Они будут платить и при входе на платформу, и при выходе с платформы. То есть вот собрался, например, миллион долларов к какому-то проекту, и этот миллион долларов будет собираться в USDT. Соответственно, какая-то часть USDT, либо какая-то часть DAISY токенов, она будет выплачиваться как вознаграждение стейкеров. Это раз. Два, потенциально будут аирдропы, будет раздача, может быть, не от каждого проекта, это будет решаться индивидуально с каждым проектом, но какая-то часть вот этих токенов, этих проектов, которые будут заходить на платформу DAISY, она будет раздаваться тем людям, кто стейкит, кто отправил на стейкинг токен DAISY. Таким образом, если ваш токен DAISY, ваши токены DAISY в стейкинге, либо в заморозке, то вы будете получать доходность в долларах, вы будете получать доходность в токенах DAISY, вы будете получать какую-то доходность, какой-то аирдроп в токенах конкретных проектов, вы будете получать право голосования, участвовать тому проекту или не участвовать на нашей платформе, и вы также сможете получать награды за социальный майнинг, приглашая участников, делающих стейкинг. Что это значит? Это значит так, например, Алексей, захочешь ты кому-то рассказать о том, что на нашей платформе можно делать стейкинг? Стейкинг – это выгодная штука, то есть стейкинг – это на самом деле ты замораживаешь токены, ты не теряешь токены, токены только растут в цене долгосрочно, мы в это верим, мы все будем делать, чтобы они росли в цене. Естественно, мы это не гарантируем, потому что они могут в краткосрочной перспективе пойти как вверх, так и вниз. Тем более, если рынок крипты будет падать резко, то дейзи токен тоже пойдет вниз, он не сможет один против рынка пойти вверх, когда весь рынок падает, это мы с вами понимаем. Но тем не менее, вы замораживаете токены, вы отправляете токены на стейкинг, и если вы приглашаете людей, кто будет делать то же самое, то вы сможете таким образом не только повысить доходность от стейкинга тех людей, кого вы пригласили, но и свою собственную доходность от стейкинга. То есть это что-то типа реферальные программы, поощрительные программы для стейкеров. Естественно, эта программа будет одноуровневой, то есть это не MLM какая-то схема, это обычное такое вознаграждение, но с точки зрения того, что у нас проект во многом состоит из маркетологов, наши участники очень любят рассказывать своим окружению и так далее. Это очень классная такая фишка, которая здесь будет. Вот я про стейкинг рассказал. Давай теперь двигаемся к следующему слайду. Открой полностью слайд, не по пунктам полностью. Про первые проекты я сказал, то есть это будут, так, не нужно на следующий слайд, это будут четыре прорывных проекта, мы пока что не говорим, что это за проекты, но я думаю, что уже в июле вы услышите, какой будет у нас первый или, может быть, второй тоже проект. То есть достаточно скоро мы уже приоткроем карты, и я вас уверяю, что это будет достаточно такая взрывная информация, вот мы всячески ее упакуем, и вы будете знать, какие проекты первыми к нам заходят. Для выбора проектов у нас будет хорошая команда, которая будет беседовать с этими проектами, отбирать проекты. Также для продвижения всех этих проектов и также самого DAISY token у нас будет мощная команда инфлюенсеров, маркетмейкеров, лидеров мнения, это людей, кто работает в крипто-сообществе, в криптомире. И плюс здесь будет агрессивная стратегия дефляционного сжигания. Это страшные слова, я понимаю, для многих, кто не знаком с криптой, с блокчейном. Что такое сжигание токена? Это когда у нас DAISY token всего 1 миллиард, и мы возьмем, и 10 миллионов из этого миллиарда мы сжигаем. Сжигание – это не значит, что мы их закидываем в печку, сжигаем, то есть не в буквальном смысле мы их сжигаем, мы их изымаем просто из общего количества циркулируемых токенов. Таким образом, у нас наше общее количество токенов станет 990 миллионов. Если мы сжигаем токены, то это значит, что в обращении остается меньше токенов. Чем меньше токенов в обращении становится, тем больше включается неинфляционный, как это часто бывает в наших экономиках, мировых экономиках, а наоборот дефляционный механизм. Это означает, что этот токен будет расти. То есть все очень просто. Если токен сегодня стоит 10 долларов, у нас миллиард токенов, а завтра у нас 990 миллионов токенов стало, то у нас цена, по идее, должна вырасти на этот процент. То есть это чистая математика. Вот у нас будет здесь встроена система сжигания токенов, дези токенов. Я сейчас подробно об этом не расскажу, но, по сути дела, после каждого проекта, после каждого ДЦО, после каждых каких-то, может быть, маркетинговых, каких-то анонсов крупных и так далее, у нас будет сжигание. И достаточно большое количество токенов в дези у нас будет сожжено. Кстати говоря, во время предпродажи, которая сейчас, 1 июля, начнется, если что-то у нас не продастся, то оно также будет сжигаться. Оно также сожжется. Таким образом, у нас, возможно, на момент листинга у нас уже в обращении будет не миллиард, а меньшее количество токенов. Дорожная карта, значит, у нас тоже будет, которая будет определять цену токена, курс развития сообщества. И, как уже Алексей сказал, у нас 1 августа мы запускаемся на Uniswap, то есть сначала мы будем работать на эфире. Позже это будет Pancake. Pancake – это тоже децентрализованная площадка Swap. Она работает с токенами, которые есть на Binance Smart Chain. Два основных игрока, два основных блокчейна, в принципе, для токенов, которые листятся сейчас, есть вообще на рынке. То есть есть еще Solana, есть еще, допустим, Cardano, есть другие разные молодые блокчейны новые. Возможно, они тоже будут добавляться. Соответственно, мы начинаем с Uniswap. Плюс будет несколько крупных централизованных бирж. Мы их сейчас пока что не раскрываем, только из соображения того, что переговоры еще ведутся, чтобы все было четко, все было ровно. Сначала мы залистимся, и после этого уже мы сразу скажем, на каких биржах мы залистились. То есть это процесс такой достаточно щепетильный и достаточно деликатный. Поэтому мы не хотим заранее говорить, что это будут за биржи. Но я могу сказать от себя, что все эти четыре биржи – это крупные биржи, которые мы с вами знаем. Не Binance, это, конечно, не Binance. Никто сразу на Binance так не выходит, но это крупные биржи. Вот, в принципе, основное, что важно знать. И публичная продажа, она будет от 2 долларов на 6 платформах IDO. То есть есть разные платформы по IDO. И вот на 6 платформах на сумму миллион с чем-то долларов будет продано токенов Дэйзи. Для чего это делается? Это больше такой маркетинговый ход, чтобы сообщество этих платформ, оно тоже узнало про Дэйзи. Не столько здесь цель собрать средства, сколько прорекламировать наш токен. И вообще, в принципе, задача, чтобы наше сообщество Дэйзи для Дэйзи Launchpad, для Дэйзи токен, оно расширяло за счет рекламы среди разных других сообществ. То есть задача, чтобы, по сути дела, весь криптомир, он узнал про Дэйзи. Естественно, когда в коин-маркете мы выйдем в топ, топ-50, топ-40, топ-30, топ-20, люди так или иначе будут обращать внимание на Дэйзи. Но помимо этого, нам нужно, чтобы на разных рынках, на разных биржах, через разных лидеров мнения, информация про Дэйзи на разных языках распространялась по всему миру. Поэтому мы будем также на этих платформах листиться обязательно. И это произойдет очень скоро, это будет в июле месяце. Это будет в июле после того, как закончится предпродажа для нашего сообщества. Лёш, давай другой слайд. Алексей. Да, вот давай оставь этот слайд, он очень важен. Очень сейчас многие спрашивают инструкции. То есть, окей, хотят люди купить токен Дэйзи, как его, собственно, купить? Хотят многие купить, как его купить? То есть, необходимые условия для этого, вы должны быть зарегистрированы в Дэйзи. Это значит, что вы должны купить какое-то количество пакетов по краудфандингу Эндотека. До 14.00 по московскому времени, 1 июля. Здесь, я думаю, всё понятно. Дальше. Вы сможете купить токенов Дэйзи только на то количество, только столько пакетов, сколько вы купили в Дэйзи Эндотеке. Здесь тоже всё понятно. Это я уже озвучил, в принципе. Дальше. Предпродажа будет с 1 числа по 7 число. И там будет несколько раундов. Раунд по 10 центов, по 25 центов, по 50 центов, по 1 доллару. Дальше. Технически всё очень-очень просто. И если я говорю очень просто, я реально это подразумеваю. То есть, это я не специально, чтобы вас там как-то взбодрить. Говорю, на самом деле всё будет очень просто. Вы открываете свой кошелёк TronLink на смартфоне, либо на компьютере. Либо же кошелёк Clever, либо любой другой кошелёк, который поддерживает Tron, которым вы пользуетесь сейчас, во время работы с Дэйзи Эндотеком. И через этот кошелёк, через раздел браузер, вы заходите на сайт daisypresale.com. daisypresale.com. Вот это вы можете делать после 2 часов по Москве 1 июля. Что дальше случится? Система, она увидит, что с этого кошелька вы уже приобрели какое-то количество пакетов в Дэйзи Эндотеке. Если вы купили 5 пакетов, то система покажет вам в кабинете Daisy Presale, что вы можете купить 5 пакетов с Дэйзи Токенами. Здесь всё понятно, я думаю. И дальше там очень понятно, только на английском языке это будет, но там будет очень-очень понятно, вы будете просто покупать эти пакеты. Будут аллокации. Опять-таки, я не готов сейчас открыть все карты, потому что мы, чтобы не было манипулирования, мы эти карты откроем только за час до распродажи. То есть это будет в 13.00 по Москве, будет Zoom на 8 языках с профессиональным синхронным переводом, в том числе на русском языке, где будет показано, как эти аллокации будут работать. Что такое аллокация? Это какое-то определенное количество токенов, которые будут выдаваться людям для продажи при соблюдении определенных условий. Так вот, первая аллокация за 10 центов, она будет длиться 12 часов, и, возможно, все продастся за эти 12 часов. Первая аллокация по 25 центов тоже будет длиться 12 часов. Тоже, возможно, все продастся. Как только все токены по цене 10 центов продадутся, автоматически в ту же секунду цена вырастает до 25 центов. В кабинете все будут это видеть. Также в кабинете все будут видеть, сколько уже токенов продано, на какую сумму продано. То есть вы будете видеть в динамике, да, в динамике все будут видеть, сколько уже продаж сделано. То есть это будет достаточно такое интерактивное действие, и будет всем понятно, сколько еще осталось токенов по 10 центов, да, в частности. Вот, в принципе, так это все будет работать. Для того, чтобы купить эти токены, чисто технически нужно будет иметь на кошельке TronLink, либо другом кошельке, которым вы пользуетесь, нужно будет иметь... Так, Алексей, просьба... А, ну, да, я вижу, ты показываешь, как это кабинет будет выглядеть. Нужно будет иметь USDT, и на каждый пакет, а покупаться токены будут также пакетами 100, потом 200, потом 400, на каждый пакет нужно будет иметь где-то минимум 80 тронов, желательно иметь. 70 или 80, нам программисты говорят, меньше, чем в DASY Endotech, потому что здесь нет размещения в матричную структуру, да, поэтому меньше нагрузка на смарт-контракт, поэтому энергии требуется меньше. Вот так это все будет выглядеть, и вы просто нажимаете кнопку «Купить», также будете подтверждать транзакцию, также, насколько я помню, насколько я знаю, два раза, но вот это все более подробно мы расскажем, собственно говоря, за час до начала предпродажи, да, то есть заходите на русском языке, сможете все это послушать. Дальше, я, чтобы избежать каких-то жутких очередей прямо в первую минуту, когда будет старт, я сразу вам скажу, вот эта первая локация 12 часов, она даст возможность, по сути, всем желающим, по крайней мере, по маленькой, может быть, на сумму маленьких пакетов приобрести, не нужно будет прямо стучаться в этот сайт, заходить именно в первую минуту, боясь, что за первую минуту все продастся, то есть будет определенное время, там, полчаса, час-два на то, чтобы спокойно сделать покупки, оно все не распродастся за первую минуту, да, вот, но более подробно про это вы узнаете, опять-таки, первого числа. Дальше, если у кого-то из вас есть структура, хорошая новость заключается в том, что вы сможете за короткое время заработать, по сути дела, по маркетингу потенциально столько, сколько вы уже заработали в DAISY Endotech. Если весь ваш коллектив, если вся ваша структура, все партнеры купят, повторят свои покупки с DAISY токенами на сумму, на которую они сделали краудфандинг, то вы такие же чеки заработаете, даже на самом деле больше заработаете, потому что с больших пакетов, 8, 9, 10, до 46% идет в маркетинг, так же, как с маленьких пакетов, то есть здесь можно даже больше заработать. Поскольку это предпродажа, она только один раз существует, ее не будет больше никогда, это разовая акция, и партнерская программа здесь такая же жирная, как в DAISY Endotech, вот после этих первых 7 дней никогда больше не будет DAISY токен связан с какими-то партнерскими программами, он уже будет выходить в открытый рынок. Это, я думаю, мы с вами понимаем четко. Поэтому ваша задача, если у вас есть структура, донести информацию до каждого участника структуры, даже до того, кто заходил просто на 100 долларов, чтобы он потом не сокрушался и не предъявлял вам, что вы ему не сказали, забыли сказать, забыли уведомить. Потому что понятно, что кто-то отвлекся от DAISY, кому-то это неинтересно, кто-то в других проектах, кто-то вложил только 100 долларов или 300 долларов, когда-то давно, в январе, и он вообще не следит за тем, что происходит. Поэтому просто донесить эту информацию до каждого участника, и каждый, пускай, принимая здесь решение осознанно, нужно ему это или не нужно ему это, то есть здесь каждый принимает решение сам. Здесь никто никого не заставляет. Мы видим, мы понимаем чисто объективно, что сообщество большое, мы максимально доносим информацию про DAISY токен, про ценность этой экосистемы, но каждый для себя сам выбирает. И кому-то это будет интересно, кому-то это не будет интересно. Алексей, давай другой слайд, и, в принципе, я думаю, мы уже закругляемся. А вот еще заключительный рефериальный раунд, немножко пояснишь, что это такое? Да, 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 хорошо ты заметил, очень хорошо. Значит, смотрите, когда у нас пройдет 4 раунда по 10 центов, по 25 центов, по 50 центов и по доллару, и после этих раундов останется какое-то количество, какое-то количество токенов, которые не будут проданы во время этих 4 раундов. Тогда у нас будет гибридный раунд. На самом деле, весьма интересное маркетинговое решение, если честно, такого я сам лично никогда не видел на рынке. Это что-то типа привилегированных клиентов в продуктовом бизнесе. Алексей наверняка знает, что это такое, многие знают, кто в товарных бизнесах участвовал. То есть, будет возможность дать реферальную ссылку, вашу личную реферальную ссылку человеку. Он через TronLink сможет купить на какое-то количество токенов, причем он сможет их купить в любом количестве и не через пакеты. То есть, это может быть на 100 долларов, на 200 долларов, на 500 долларов, неважно. По цене 1.25 доллара, по цене 1.25 доллара, то есть, цена будет уже повыше, чтобы не было опять никаких манипуляций, чтобы люди под себя там сами себя не регистрировали и так далее. И вы сможете по маркетинговому плану, по реферальной структуре DAISY, которую мы с вами все знаем, вот эти 46% заработать. То есть, структура будет с этого зарабатывать. Таким образом, этот клиент, он может вообще не любит никакую генеалогию, никакую матричную структуру, никакие MLM, ничего это ему не нужно. Вот, ему просто интересен токен. Вот это для таких людей идеально, просто дать вашу реферальную ссылку и помочь ему через TronLink сделать, приобрести токены. Он не попадет в структуру DAISY Endoteca, он не попадет в матрицу, но он на сайте DAISY Presale, в кабинете будет видеть, сколько у него токенов, и потом, естественно, все эти токены, он когда-нибудь будет минтиться, когда будет выход на рынок, он получит, и он сможет быть полноценным участником экосистемы DAISY. То есть, вот такая вот интересная штука. А уже после реферального раунда будет публичный раунд через платформы IDO. А сколько реферальный раунд будет длиться? Неделю, три дня? Я не готов сейчас сказать, если не ошибаюсь, вряд ли неделю поменьше, я не готов сейчас сказать точно. Если в слайдах это не написано, я сейчас не готов сказать на вскидку. Но смысл в том, что если этот реферальный раунд, естественно, в результате реферального раунда тоже могут быть какие-то токены, которые не проданы, вот тогда будет сжигание, о котором я уже говорил. Алексей, тогда, наверное, все-таки давай следующий слайд, если он есть, и перейдем уже непосредственно к вопросам-ответам, чтобы не затягивать сильно. Уже 50 минут мы беседуем. Вот этот слайд, он, да, визуально он важен, это я озвучил, да, первый раунд 75 миллионов токенов по 10 центов, второй по 25 центов, потом по 50, потом по доллару. Причем заморозка, она будет одинаковая для всех этих токенов, для всех, и для тех, кто приобрел токены по 10, и для тех, кто приобрел токены по 50 или по доллару. Первые 5% будут размораживаться равномерно, планомерно, постоянно в течение 90 дней, и после этого каждый месяц будет остаток по 5% размораживаться. То есть мы понимаем, что эта история длинная. В первый день, в августе месяце, когда будет листинг, вы получите какую-то часть от 5%, одну 90-ю, да, от 5% токенов, которые у вас есть, вы их можете продавать на бирже, естественно. Либо вы будете ждать 2-3-4 дня, чтобы скопить, и одним скопом продать на бирже. Все это делается, мы с вами понимаем, это нормальное абсолютно решение, это сплошь и рядом все проекты это делают. Все это делается для того, чтобы не было такой ситуации, что токены в большом количестве разморозились в первый день, все ринулись на биржи продавать, цена резко обвалилась, то есть никому это не нужно. Поэтому будет планомерно, будет планомерно токены размораживаться, с одной стороны, с другой стороны, будет проект реализовываться, будет показана токеномика, экономика, будут выходить разные проекты на платформу DAISY, и участники все больше и больше будут понимать, что это все реально работает, и что на самом деле продавать все токены не имеет экономического смысла, имеет смысл вернуть вложенное, конечно же, с точки зрения правил инвестиции, но основную массу имеет смысл отправить в стейкинг. К этому все придет понимание со временем, по мере того, как проект будет реализовываться, и будет все больше и больше уверенности в экономике и в самой платформе. Леш, я предлагаю свернуть. Это я уже озвучил, да? Эти слайды у нас есть на сайте, то есть у нас есть они на сайте и в чатах тоже есть, поэтому сами слайды можно всегда посмотреть. А, вот то, что касается пулов, да, я под конец скажу, то, что касается пулов, и на этом мы закругляемся. У нас есть пулы, это бонусные токены, многие получили бонусные токены, это либо спиловер-мейкеры, кстати говоря, промоушен работает у нас до конца июня месяца, и есть возможность получить, бесплатно получить в качестве бонуса токены, если вы станете спиловер-мейкером, то есть, когда вы приглашаете четырех партнеров на тысячу долларов, если вы это делаете до конца 30 июня, по Москве это до трех ночи, уже 1 июля, ночь на 1 июля, то вы можете получить доли в этом пуле спиловер-мейкеров. Также до конца июля можно стать золотым пейсеттером, либо пейсеттером-лидером, и получить тоже долю в пуле золотых пейсеттеров и пейсеттер-лидеров. Всего у нас 4% от токенов, 10 миллионов на золотых пейсеттеров, 10 миллионов на пейсеттер-лидеров, и 20 миллионов на спиловер-мейкеров направлены на эти пулы. Так вот, эти токены, которые вы бесплатно получаете за выполнение данных промоушенов, они подлежат заморозке на 1 год. Это означает, что первый год данные токены будут заморожены, они не будут размораживаться, они не будут участвовать в стейкинге, но когда пройдет 1 год, будет постепенная разморозка по 5% в месяц, и вы сможете полностью по своему усмотрению эти токены уже использовать в тот период. То есть это чем обусловлено? Тем, что 40 миллионов – это достаточно большая сумма, чтобы снизить нагрузку на токеномику, поскольку эти токены получены бесплатно, это бонусные токены, то есть лидеры, в принципе, единогласно согласились с тем, что эти токены лучше заморозить на более длинный период, на более длинную дистанцию. Те же токены, которые вы будете покупать после 1 июля, они уже будут идти, согласно предыдущему слайду, там будет разморозка каждый месяц по 5%. И они будут участвовать в стейкинге, не нужно будет ждать целый год. Илья, правильно я сейчас услышал, что в стейкинге не будут участвовать эти... Да, правильно. То есть целый год, и только после того, как они начнут размораживаться, их можно будет пускать в стейкинг. Да, да, да. Более подробно об этом, я думаю, что вот как раз сейчас в токеномике, в этом видео будет тоже рассказано. То есть мы еще раз этого касаемся. А по сколько процентов в месяц они будут размораживаться? По 5% в месяц тоже. То есть так же, как и те, которые... Да, только со сдвигом на один год получается, да. Я сразу же здесь делаю оговорку, я понимаю, что кто-то здесь участвовал на короткой дистанции, кому-то это интересно на короткой дистанции, но концепция DAISY, она долгосрочная, то есть естественно, токен DAISY, он не на месяц, не на два, не на три, то есть он будет дальше развиваться, разные проекты будут заходить, и именно поэтому мы не называем себя, в принципе, даже лончпедом мы себя не называем, да, мы платформа по DCO, то есть мы такая крупная краудфандинговая платформа. Какие бы тренды на крипторынке не были, мы, скажем так, вне этих трендов, в плане таком, что мы в более широком смысле используем вот эту краудфандинговую платформу, да, то есть сюда будут заходить как проекты, не связанные с DeFi, токенизируемые, сюда будут заходить проекты, которым нужно будет собрать более большие суммы, то есть это не классическая лончпед платформа, это не классический лончпад. И да, вот это тоже важно, если вы еще не зашли, заходите на CoinMarket, в поиске введите слово DAISY, вы найдете эту страничку и нажмите на звездочку, пожалуйста, чтобы у нас рейтинг увеличился. Сейчас вот, ну уже не 2 400, уже больше, но все равно, по-моему, 3 тысяч еще нету в отч-листов. Уже 3 800, по-моему, сейчас. Серьезно? А, ну хорошо, значит двигается, двигается у нас ранкинг. Чем больше здесь у нас рейтинг, тем более мы заметны, и CoinMarket это самый популярный ресурс по токенам, по площадкам, по биржам и так далее. Естественно, на этом CoinMarket, как только мы залистимся, каждый из нас с вами сможет увидеть, какая наша капитализация, какая текущая цена токена, будет очень-очень интересно смотреть в режиме реального времени, да, как цена токена растет, либо падает. Естественно, она может идти как вверх, так и вниз. Вот мы ожидаем после запуска рост, потом, может быть, какая-то коррекция будет, естественно, да, но мы будем использовать все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы был планомерный рост, вот, и мы надеемся на то, что с точки зрения самого крипторынка, да, момент запуска у нас, он удачно подобран, да. Сейчас за лето как-то рынок стабилизируется, и с осени будет более благоприятная ситуация на рынке. Мы на это надеемся, то есть это, естественно, никто не может гарантировать. Так, по-моему, все будет, да. Да, да, я думаю, что давай отмени показ экрана тогда, и я предлагаю какие-то вопросы, я предлагаю все-таки вопросы только по токену задавать, только по токену, потому что у нас сегодня... Илья, вот здесь несколько вопросов, которые люди задали в чате. Тут есть вопросы, которые ты уже, в принципе, озвучил, как бы, вот допустим, чем его первый вопрос, что является подтверждением ликвидности токена на будущее, какое ограничение на продажу. Ты это уже все объяснил, что ликвидность будет подтверждена бизнесами, которые заходят на эту площадку, и по ограничениям все как бы было сейчас на слайде. Катя, бизнесами подтверждена не столько ликвидность, сколько ценность токена, да. Чем более ценные бизнесы будут заходить, вот, а ликвидность, она подтверждена нами с вами, то есть, по сути дела, что такое ликвидность? Это когда можно много продать и много купить. Ликвидность, она должна быть с обеих сторон, то есть, если ты хочешь много токенов продать, DAISY токенов, должен быть покупатель, кто это все купит. Вот в этом смысле у нас есть маркетмейкеры, то есть, это специальные, скажем так, организации, которые подчищают вот этот баланс между спросом и предложением. Мы их привлекаем для сотрудничества на разных биржах, в том числе, и плюс у нас большое сообщество. Всегда кто-то будет продавать, кто-то будет покупать, и от этого будет, собственно, сам курс, ну, двигаться вверх или вниз. Вот следующий вопрос, сколько дней заморозка? Ну, тоже сейчас ты все объяснил. Да, да, первые 5% будут размораживаться в течение 90 дней равномерно. Равномерно вы это будете видеть, и то, что разморожено, естественно, можно будет продавать. То есть, лимита на продажу здесь нет, Кать. Есть лимит не столько на продажу, сколько на разморозку. То есть, они будут порционно размораживаться, и поэтому все, что разморожено, это можно продать. В этом смысле, лимитов на продажу нет. На те токены, которые разморожены. Какая доходность по стейкингу? Не готов ответить. Хороший вопрос, он у меня у самого присутствует. Разные факторы здесь присутствуют. Не готов тебе ответить сейчас, и вам ответить. Но ответ на этот вопрос, я думаю, у нас в июле созреет. Мы, естественно, будем дальше проводить школы, больше информации давать. Сейчас нам нужно пройти через предпродажу, и после этого у нас уже будет подготовка, в принципе, к листингу, к публичной продаже, и будет больше, больше деталей именно по стейкингу. Как это будет происходить, потому что волей-неволей мы все с вами будем стейкингами. То есть я такой же буду стейкером, как все другие. Я также участвую. У меня, кстати, как у пейсеттер-лидера или как у пейсеттера тоже будут вот эти бонусные токены и прочее, и прочее. А токены фаундеров здесь тоже в локапе на длительный срок. На три года, наверное, да? Не готов тоже сказать. Вот это сейчас как раз финалится эта вся информация. Она будет в открытом доступе в самое ближайшее время. То есть здесь никаких секретов нет, никаких манипуляций нет. Все это открыто. доходность по стейкингу в чем приходит? Я уже это озвучивал, я повторю, она будет приходить и в DAISY токенах, и в USDT, и в токенах проектов. И мало этого... Микс будет, да? Будет некий микс, да, и более подробно об этом у нас расскажет Алекс. Алекс, он больше эксперт по токеномике, вот, и он на эту тему как раз слайды сейчас готовит. Я говорю, сегодня-завтра уже будет релиз первого видео по токеномике. Там очень классно, интересно все это будет показано. Я видел прототип этих слайдов. Соответственно, какое будет вознаграждение за стейкинг? Условно говоря, 10% в год или 10% в месяц, если об этом вопрос, я сейчас не готов сказать, но будут разные маркетинговые фишки для того, чтобы этот процент увеличить. В частности, будет возможность приглашать других стейкеров, чтобы они тоже делали стейкинг Дэйзи. И чем больше этот стейкинг будет среди ваших приглашенных, тем больше вы сами будете получать за стейкинг. То есть, вот этот инструмент достаточно инновационный, да, мы здесь будем использовать. Обязательно будем использовать. Вот вопрос еще. Если человек имеет несколько кошельков, то для продажи токенов на бирже надо будет регистрировать несколько человек? Если человек имеет несколько кошельков, то либо надо будет регистрировать несколько человек, потому что, скорее всего, если речь идет о том, что у человека несколько кошельков в Дэйзи, в самом, в Дэйзи, в эндотеке, условно говоря, то несколько человек это один вариант. Другой вариант прохождения верификации на несколько аккаунтов. Здесь, это, кстати, хороший вопрос, попозже у меня будет ответ, потому что на платформе Дэйзи ЛП, на платформе, на лончпаде, на самом, чтобы участвовать во всей этой экономике, участвовать в проектах, когда все запустится, обязательным условием будет верификация. Обязательным условием. Иначе это нельзя. Естественно, KYC верификацию нужно будет всем проходить. Это будет автоматизированная верификация, очень простая, мгновенная. Там нужно будет, условно, покрутить своим лицом или паспортом в камеру и сразу же эту верификацию проходишь. Более подробно об этом мы расскажем попозже, когда к этому подойдет время. Но вопрос, Катя, я услышал, попозже будет ответ на этот вопрос. Вы сказали, что миллион токенов будет проданы на открытом пресейле, а куда остальные токены денутся? Сколько вообще токенов вообще будет доступно на открытом пресейле? Не миллион токенов, я сказал, а на миллион, может, я оговорился, на миллион долларов плюс-минус. Вот это тоже сейчас финалится, эта информация. На миллион или на полтора миллиона токенов, дези токенов будет продано на шести платформах IDO. Скажи, пожалуйста, сразу по этому вопросу. Люди, которые, допустим, решили к тому времени докупить, а наши уже четыре фазы для партнеров дези, они уже закончились. Вот в этот момент могут люди дополнительно для себя прийти и что-то докупить вот на этих вот DCO. Нет, смотри, Катя, ты путаешь, ты путаешь, путаешь. DCO, это когда проекты заходят на платформу, это у нас в осенью только будет. Нет, я имею, хорошо, пусть я путаю, но меня интересует тот факт, что у нас будет предпродажа, четыре фазы для нас, для партнеров дези, потом у нас будет возможность от двух с половиной до пяти долларов, это второй этап, когда люди будут спокойно смогут купить. Нет, на двух с половиной до пяти, это больше не столько для наших людей, это сколько для сообществ вот этих платформ, это рекламная такая продажа, публичная рекламная. Я пойду скажу, что партнеры дези могут в этот момент зайти и докупить, если у них желание появится. Наверняка смогут, если они пройдут верификацию на той или другой платформе IDO, и если они выиграют участие, там тоже принцип лотереи практически на всех этих платформах, это не то, что мы рекомендуем. То, что мы рекомендуем, это либо реферальный раунд, либо реферальный раунд, либо все-таки более внимательно к этому отнестись в течение первых семи дней. То есть, семь дней будет на то, чтобы все партнеры максимально закупили на то количество, на тот бюджет, на который они рассчитывают. А более подробно, вот как это семь дней, как четко вся эта механика будет происходить, на Zoom первого числа будет рассказано. Естественно, мы тоже в чате это сразу же опишем, везде напишем, на канале тоже опишем. Все четко будут понимать, все русскоязычные партнеры четко будут понимать, как все будет работать. Так, вот если партнер не захочет приобрести токены, а у него есть пять пакетов, что тогда, какую прибыль вообще иметь, есть ли смысл? Если партнер не хочет покупать токены, а у него есть право купить токены, то... Ничего страшного. Ну ничего страшного, то есть у него есть пять пакетов, соответственно, у него трейдинг эндотека от этого не остановится, вот он сможет наслаждаться плодами трейдинга в долгосрочной перспективе, вот, а покупка токенов это опция, это право, которым кто-то воспользуется, кто-то нет, то есть ради бога. Вот, с другой стороны, если вдруг у него, у этого партнера есть кто-то в окружении, кто захочет вместо него купить, да, то могут просто договориться, да, то есть так, чисто в теории, что это право будет использовано другим человеком, да, ну, через этот аккаунт, пожалуйста, то есть тут уже полет фантазии, как каждый захочет. Сколько ТРХ-ов надо на кошельке иметь всего? Пишут... На каждый пакет 80 тронов, на каждый пакет 80 тронов. А пакеты будут идентичны тем пакетам, как... Пакеты в точности такие же, в точности в таком же порядке, от 100 и выше идут, 100, 200, 400 и так далее, да. Ну, тут кто-то пишет, что я не соглашался с заморозкой на длительный срок. После того, кто-то денет. Да, я понимаю, я это все отлично понимаю, но как бы никто ни у кого эти токены не отнимает, скажем так. А по сути дела заморозка, она у всех людей так же происходит. Она тоже на длительный срок, просто разморозка быстрее начинается. Да, по голосным токенам разморозка начинается через год. Вот. После того, как я куплю токены, где они будут храниться? После того, как люди покупают токены, токены нигде не будут храниться, потому что это, грубо говоря, это просто бэк-офис, это стандартная практика, да, и будет видно, сколько там токенов. А вот уже релизятся эти токены, они будут, скорее всего, на метамаск, то есть нужно будет, будут специальные инструкции, как открыть, как открыть кошелек метамаск, как его привязать там к смарт-контракту Дези, и позже мы обязательно скажем, как эти токены можно получить. Все размороженные токены можно будет на этот кошелек выводить. То есть вот этот вот сайт Дези пресейл после покупки будет показывать, сколько вы купили токенов, но это еще не сами токены, их нельзя вовне как-то вывести, да, потому что листинг у нас только с августа. Тогда токены вообще выйдут, начнут минтиться, появятся в природе. Так, тут комментарий, не вопрос, а комментарий. По заморозке долей спиловера убили, люди зря старались, дискриминация чистая. Ну, на самом деле, те люди, кто так пишут, они просто не верят в долгосрочный успех, если так, если положа руку на сердце, да, вот, поэтому здесь здесь задача, без задачи не спорить и так далее, да, если просто возможно, ну, кто-то не видит в DAISY токене длительные истории. Также, например, когда мы стартовали в январе с DAISY эндотеком, тоже люди длительные истории здесь не видели, да, но это не то, что мы конкретно, мы, допустим, лидеры на разных языках доносили до сообществ, мы всегда открыто, четко говорим, что это долгосрочная история, поэтому есть определенная селекция. то, что у Вилли, я лично такой же Paysetter, Paysetter лидер и токены, я бы, я понимаю ваше настроение, также хотел бы, да, чтобы быстрее размораживать, чтобы я лично покупал, например, токены разных проектов. У меня нет никаких ресурсов, как у всех других, эти токены приобретать, кроме как через DAISY токены, да, вот, но, естественно, я, так же, как и другие фаундеры, так же, как и лидеры, кто серьезно продвигает DAISY, мы все верим в долгосрочный успех этой платформы, и на самом деле, когда пройдет год и начнется разморозка, возможно, вы еще скажете спасибо, потому что вы бы сейчас эти токены парламерно продавали по более низкой цене, а через год есть вероятность, что цена будет более высокая, да, то есть, ну, мы не будем это сейчас обмусоливать, вот. У меня, какой вопрос по этому поводу? Смотри, допустим, если, допустим, у всех держателей токенов первые только 5% будут размораживаться в течение 90 дней, мы именно эти размороженные токены сможем использовать для использования вот токенов других бизнесов. Мы же замороженные и можем использовать, получается, правильно? Мы только вот эти размороженные. Мы сможем, я об этом говорил, даже все замороженные токены смогут участвовать в стейкинге и, соответственно, участвовать в в разных этих ДЦО-проектах. А это делается, человек сам лично решает, каких участвовать? Или это все действительно? Да-да-да, конечно, там будет кнопка, он направляет, либо не направляет, он сам принимает для себя или не принимает. Более подробно, естественно, все эти инструкции будут поближе к делу. Сейчас это пилится, продукт, он еще не готов. То есть площадка, она сейчас только разрабатывается. Еще все лето впереди на разработку, июль месяц, август месяц, это не такая простая площадка, как может показаться. Тем более, она кросс-чейновая, да? Я считаю, что нужно... Я просто хотела сказать, что нам всем, нам всем, конечно, нужно очень много пройти сейчас какого-то, ну, прям понимания и обучения в плане токенов, как они вообще, для чего эта вся история создается, что это не спекулятивный момент закупиться сейчас дешево и быстренько через два месяца продать и забрать прибыль, что это конкретный хороший финансовый инструмент, с которым можно работать, именно работать, использовать его на рынке и прокручивать и использовать в разных-разных вариациях и с помощью, ну, с помощью именно токена делать другие какие-то деньги. Вот для этого, я думаю, что многим-многим людям требуется просто пройти обучение, люди вообще впервые сталкиваются с токеном. И для них токен точно так же, как любая криптовалюта, которую вот ты купил дешево, она выросла в цене, ты ее продал, на этом заработал. Все, конец истории. Дэзи токеном. Трейдерам абсолютно не важно, Катя, то, что у Дэзи токена есть функция, скажем так, участия в разных других проектах. Им это по барабану, потому что у них одна задача извлекать прибыль от трейдинга, и все. То есть, они мыслят скорее краткосрочно, да, если они видят, что можно зайти дешевле и выйти дороже, да, там, за один, здесь, за два дня, они это сделают. Это абсолютно нормально, это со всеми токенами происходит, но ты правильно сказала, нужно обучать, нужно показывать людям, особенно, кто не знаком с крипто, с блокчейном, с лончпадами, с вот этими всеми платформами, да, то есть, нужно давать базовое обучение, понимание, как это все работает, и мы это уже проговаривали, мы это обучение, естественно, будем давать, то есть, на то лидеры и существуют, чтобы обучать правильных людей. Будем обучать максимально, то, что знаем, естественно, донесем. Ну, вот здесь еще финальные четыре вопроса от iFedi, очень конкретные, четкие вопросы, вот смотри, первый, например, будет ли он видеть бонусные токены, именно бонусные, из пулов, которые достались, на балансе ланчпада? Я предполагаю, что на балансе ланчпада он их будет видеть, но я не готов сказать на 100%. Как будет работать, смотри, Алексей, все, что касается ланчпада как площадки, сейчас рано задавать вопросы, потому что она осенью выйдет, сейчас еще июнь только конец. Как технически эта площадка будет работать, я не готов сказать, и даже наши разработчики до конца не могут сказать, потому что только сейчас еще в проекте, но мы обязательно про это расскажем. То есть, естественно, эти бонусные токены, естественно, они где-то будут отображаться, и человек будет их видеть, и они никуда не потеряются, это гарантированно. Но где и как он их будет видеть, я не готов сейчас сказать. Хорошо, вот у нас есть две спиловер-доли, из-за которых мы получаем уже USDT, 1% от всего. Да, да, да. USDT, естественно, там не замораживаются на один год, не переживать, они живыми деньгами придут, я думаю, в течение июля. То есть, скорее всего, надо будет пройти вот эту предпродажу, просто первую неделю она будет такая достаточно занятая, и после этого, естественно, все, кто заработал, USDT получат USDT. То есть, в течение июля, скорее всего, да? Я предполагаю, в течение июля, да, и этот момент просто мне нужно уточнить у программистов. Теперь, следующий вопрос, кому будут принадлежать оставшиеся токены после открытого пресейла? Очень хороший вопрос. Вот это будет в документе токеномики, где прямо все будет расписано. А именно, сколько токенов процентов на ликвидность, сколько токенов на развитие DAO, децентрализованной автономной организации, сколько токенов фаундерам, сколько токенов на адвайзеров, сколько токенов на пулы, на промоушенов, то, что сейчас идет, да, 4% у нас, и прочее, и прочее. Все, сколько токенов на предпродажу у нас, 30%, да, плюс там публичный раунд. То есть, вот это все будет расписано, абсолютно открытая информация, просто мы вебинар провели чуть раньше, чем это вот на английском языке уже все ребята сейчас выложат. Я думаю, что завтра это будет уже в публичном доступе. Токены новых проектов можно купить только токенами DAISY, или можно купить за USDT? Вот это хороший вопрос. Токенами DAISY их нельзя будет купить. Токены DAISY для участия в лотереи, то есть там как? Там будут проекты, которые заходят на маленькие суммы, им нужно собрать, например, полмиллиона, четверть миллиона, да, это считается небольшая сумма. А нас очень много, и все хотят эти токены, мы же распиарим эти проекты. Соответственно, будет лотерея определенная, будет проводиться лотерея среди DAISY-холдеров, тех, у кого есть токены DAISY, да, у кого больше токенов, у того больше будет вероятность выигрыша в этой лотерее. Но платить за сами токены нужно будет в USDT, не в DAISY-токенах. То есть DAISY-токены не будут здесь расходоваться. Это один сценарий. Это то, что называется DAISY-раундом, да, DAISY-раундом. То есть DAISY-токены используются для участия в лотерее и покупке. А другой сценарий, это второй раунд, который теоретически может быть, и плюс будут проекты, которые будут собирать крупные суммы. Не полмиллиона, не четверть миллиона, а там, допустим, пять миллионов. Это уже крупная сумма. Если сумма крупная, то нет смысла в лотерее, правильно? Потому что лотерея проводится, когда очень много хочет купить участников, но очень маленький объем на рынок выбрасывается. Вот тогда в таком случае это не будет называться DAISY-раундом, и я предполагаю, что просто будет определенная локация, возможность у всех будет купить токены этого проекта. Вот это тоже подробно, сейчас это предварительно расскажет Алекс, собственно, а потом, чем ближе уже, да, к листингу и к запуску платформы, тем более подробно это все будет озвучиваться. Как будет происходить вся эта механика самой платформы, участие. А на каком адресе сайта мы будем управлять своими токенами? Ну, если это уже известно. На DAISY-LP? Во-первых, DAISY-LP, я не исключаю, что это временный сайт, что потом домен поменяется. Вот, то, что касается на каком сайте, это будет зависеть от того, где будет, где у нас будет, какое будет доменное имя основная площадки по DAISY, да? Вот, я не готов сейчас сказать. Ну, предварительно Сейчас это у нас основная площадка от DAISY-LP, да. Если что-то поменяется, естественно, мы сразу же анонсируем и все это будут знать. Ну, то есть, на той площадке сейчас будем делать. Что? Не на DAISY-предсел, да? То есть, не на DAISY-предсел. Не, 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 конечно нет, 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 нет. DAISY-предсел это чисто для нашего сообщества DAISY, для предпродажи созданная площадка. Такой вопрос короткий. Могу ли я передать свои токены своему лидеру? Наверное, имеется в виду трансфер токенов. Не обязательно ли лидеру? Любому, наверное. Токены передать можно любому человеку. Ну как, если токены разморожены, вы с кошелька на кошелек перекидываете и передаете таким образом. Если вы хотите передать замороженные токены или токены, например, на сайте Daisy Presale после покупки, то ради бога вы даете, по сути, вы передаете свой кошелек. Это то же самое, как можно ли передать моему лидеру или моему родственнику аккаунт Daisy Endoteca. По сути, тот же самый вопрос. То есть вы даете приватный ключ от тронлинка, человек к себе импортирует на свой телефон, например, да, вот считать, что вы ему передали токены. Ну, на начальном этапе, а потом, когда уже в свободном обращении токены будут, можно туда-сюда переправлять. У токенов не security же, а equity, да? Токены utility это называется. Конечно, не security, да. Ну, вроде все. Буду ли я получать процент от стейкинга своих рефералов? Ну, вроде ответили. То есть процент не будет получать, а будет получать больше собственный стейкинг, увеличивается собственный стейкинг будет от того, что... Примерно так, да. Примерно это так. Вот. Обязательно будет вознаграждение за привлечение стейкеров. Все непременно. Наша с вами будет задача просто максимальное количество по всему миру привлечь стейкеров в экосистему Daisy. Это выгодно, это понятно. И опять-таки, это все будет нам всем более... Сейчас то, что я говорю, это чисто в теории. Я понимаю, многие с этим не сталкивались. Непонятно еще, как это будет выглядеть, как это будет зарабатывать нам с вами деньги, потому что конечная цель – это заработок денег. То есть мы неблаготворительностью здесь с вами занимаемся. Более понятно, это станет ближе к релизу проекта. Чем ближе будет релиз, тем больше будет информации, больше будет роликов, больше будет вебинаров, обучения. И я уверен, что осенью просто проект будет жаркий, и будет большое количество участников. Естественно, стейкеров станет больше, и больше людей захочет регистрироваться на площадку. Ну и последний вопрос. 5% будет размораживаться в течение 90 дней, каждый день по 1,90, а остальные 95, ну, можно ответить, по 5% в месяц. Да, все правильно, в течение 19 месяцев, 5% в месяц. Илья, спасибо тебе огромное, мы очень продуктивно поработали. Вопросов видишь дофига и больше, час-двадцать. Да, 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 я с радостью. Я думаю, что мы проведем еще одну встречу очень скоро. Вот, сейчас давайте ждать ролик по токеномике. Там очень классные слайды приготовили ребята для вас с нами. И я уверен, что вам понравится. Информация будет на английском языке, но там будут субтитры, и плюс основные постулаты, естественно, мы в чаты выложим. То есть те, кто владеет там английским языком, да, мы это обязательно сделаем. А в плане обучения, Катерина, Алексей, другие лидеры. У нас СНГ немножко спящий. Вот, только что до русского зума пригласили меня на японский зум, там было 280 человек. Это был, это была школа, по сути дела. Это была школа, это был тренинг, как раз подготовка к дези токену, да, то есть видно, что японский рынок из азиатских, он лидирует сейчас, да. Параллельно там в лидерском чате скидывали одна из веток вьетнамских, сейчас проводила зум, прямо сейчас. То есть сейчас все на разных языках, у них там тоже 80 человек было на зуме. Это одна из веток, то есть там во Вьетнаме три крупные ветки, там и офисы есть в Хэшимине, держат офис и так далее. Вот, естественно, огромная команда немецкая, огромнейшая просто, да, то есть франкоязычная. И в этой связи, это, кстати, сила нашего сообщества, и сайт DZLP, он сейчас будет переведен на разные языки. Это, конечно, нам поможет в международном масштабе так активно очень стартануть. Вот, и язык это барьер, это большой барьер. И мы этот барьер будем с вами вместе решать, проходить. Тем более, я говорю по-русски, у нас Эдуард тоже говорит по-русски, у нас по-русски говорит Алекс, то есть наши ребята-партнеры с Украины также говорят по-русски. И я думаю, они тоже будут на каких-то ближайших, в июле, может быть, до зума участвовать, я постараюсь их пригласить. Вот, поэтому у нас привилегированное положение, да. Если бы мы с вами были из Индонезии, нам было бы, наверное, тяжелее в плане коммуникации. Ты сказал, если мы 200 человек заберем на зум, вот сейчас у нас 80 было, да, сегодня, то, пожалуйста, и Алекс выступит. Да, для этого просто нужно немножко усилиться, немножко активироваться, вот, проснуться и понять видение, и главное обучиться, потому что без обучения нет понимания, зачем все это. Вот, не нужно на эмоциях заходить, ни в какой бизнес, который связан с вложениями, с денежными, да, нужно принимать решения осознанно. Чтобы это делать, нужно понять вообще, где вы находитесь, зачем нужно ли вам это все, да. Вот, мне это крайне любопытно, крайне интересно, и рынок крипты, рынок блокчейна для меня последние годы, это просто, что меня захватывает очень сильно. Вот, там бизнес-модель, которую мы предлагаем, она инновационна, у нас огромное сообщество, и я вижу здесь, у нас огромнейшие шансы на успех. Вот, ну, я понимаю, что не все думают так, как я. То есть, наверняка, Алексей, ты также все отлично понимаешь с экономической точки зрения, да, и я думаю, что у тебя в голове на основные вопросы уже ответы есть. Но есть большое количество людей, кто просто, как Катя сказала, не понимают, что такое DAISY token, что такое площадка, что такое DCO, зачем это нам с вами нужно, что такое краудфандинг и прочее, прочее. Здесь просто нужно, конечно, обучать, просто доводить информацию, обучать, и люди вам скажут спасибо, что вы показали один из способов заработка, как можно зарабатывать в наше непростое ковидное время, очень непростое экономически. Ну, вот успели еще несколько вопросов задать. Тигр спрашивает, от регистрации с именем пользователя DAISY? Нет, тут не надо никакой регистрации имени выдумывать, тут просто по кошельку у вас DAISY. Идет синхронизация, да, система увидит, если ваш кошелек есть в смарт-контракте DAISY, то допустят вас к токену. Если вас нет в DAISY, то скажет, извините, но у вас нет прав на покупку DAISY токена. Дайте лидерам 3% разморозить через 90 дней бонусный токен. Ребята, я вас услышал, вот, я не могу ничего здесь гарантировать, обещать, вот, решение, в принципе, уже принято, но, возможно, какие-то фишки для вот этих людей все-таки будут предложены. Да, опять-таки, я ничего не могу здесь обещать гарантирую. Я так понимаю, что сначала надо движение начать, то есть там будет понятно, что у нас с экономикой, что с ростом вообще, собственно, стоимости токенов. Во многом да, во многом да. То есть здесь никто не делает это из какой-то жадности или какого-то желания отомстить кому-то, ни в коем случае. То есть вот этот промоушен, то, что лидеры получили такое большое количество этих токенов, бонусных токенов, это очень благое дело. Естественно, большая благодарность всем людям, да, кто подвигался в этом направлении. Вот, вы должны понимать, что решение принималось исключительно из соображения токеномики, чтобы не было большой нагрузки на сам токен при старте, да, то есть вот ради этого. Друг говоря, что токен не обвалился, вот и все. Да, 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 конечно, только ради этого. То есть это не то, что прямо какая-то там злоба или ненависть существует в отношении этих людей, ни в коем случае. Ну, в принципе, я надеюсь, что Илья полностью раскрыл вам всю информацию. И кто еще был не в курсе, у вас есть время проинвестировать в проект Endotech, чтобы появилась возможность приобрести токен DAISY по таким ценам. Всем удачи, здоровья, жирного профита и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok